Кальян в последнее время становится все менее доступным в европейских странах. Не так давно его запретили и в России. Речь идет о курении табака через кальян. Других смесей это пока не касается, но медики настаивают полумерами в этом вопросе не обойтись. В Чувашии сегодня стартовал месячник по охране здоровья граждан последствий курения кальяна. Кальян далеко не безобиден. Он также вредит организму, как и другие виды курения. Конечно, вред этот несколько иной, чем, например, от сигарет, но он есть. Научная база собрана, все факты приведены. Государство знает о вреде для нации и всячески пытается ограничить потребление кальяна. Наша с вами инициатива направлена на то, чтобы распространение кальянов прекратилось. Наша с вами задача показать населению, насколько большой вред несет кальян. И наша с вами задача сформировать какие-то предложения для законодательной власти по принятию определенных ограничительных мер по распространению кальянов и курения. Курение является одним из ведущих факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Напомним, что с июня 2014 года вступили в силу положения федерального закона о запрете курения кальяна с использованием табачных изделий в общественных местах. Это не смутило владельцев кафе, ресторанов и прочих развлекательных учреждений, которые, не желая нести убытки, нашли выход из сложившейся ситуации, предложив посетителям кальяна с нетабачными смесями. В качестве таковых, как правило, используется сахарный сироп с различными вкусовыми и ароматическими добавками. А они-то как раз и не попадают в сферу регулирования принятого закона. Но всегда ли в нетабачных смесях отсутствует никотин? Сегодня они говорят, что там нет табака. И мы пытались все эти вещи просмотреть. Лицензии на торговлю, сертификатов, вы знаете, практически не было. Это были бумажки, сделанные на каком-то ксероксе, с ксерокопированными печатями, не раскрывая состав этой смеси, которая входит в кальян. Впрочем, даже если предположить, что курительная смесь не содержит табак, считать кальян безопасным развлечением нельзя. Если мы посмотрим с вами, вред прямой, который наносится, это гипоксия. То есть недостаток кислорода в процессе горения, будь это табак, будь это листья, даже если без табака. Продукты горения – это СО2. Все здесь присутствующие, все наше население прекрасно понимает, что СО2 – это угарный газ. И в первую очередь этот угарный газ действует на нашу центральную нервную систему. Когда курят кальян, очень много выделяется слюны. И, соответственно, эта слюна передается по кругу друг к другу. И вместе со слюной передаются и возбудители туберкулеза, и другой дряни. Чтобы раз и навсегда покончить с этой неопределенностью, Минздрав России предложил установить абсолютный запрет на курение кальяна даже с использованием нетабачной смеси. В случае одобрения этого законопроекта курение кальяна в общественных местах, независимо от вида наполнителя, повлечет административную ответственность и штраф от 500 до 3000 рублей. Наказание для владельцев развлекательных учреждений, предлагающих кальяна, жестче. Штрафы от 30 до 90 тысяч рублей. Юлия Важинина, Анастасия Лангина, Олег Якимов, Республика.